Грустная новость, я буду сегодня сообщать. С стыней действительно очень грустно. Красный столбик это норма авторов... Это норма авторов методики ММП шкалы астении. Но это... ...что это американский офицер флота середины прошлого века. Поэтому мы все ушли очень далеко. Мне приходится учить и студентов, и врачей, и сестер, и патронажных работников. Плохо в нашем обществе со средним статистическим показателем астении. Последние годы совсем стало не очень хорошо из-за того, что кризис. Астения стала идти с налетом агрессии. Это самая раздражительная слабость. Пациент видит, что он астенизирован, а он еще на тебя и жалобу кашет. Мы злоупотребляем, очень злоупотребляем. А диагнозом синдром хронической усталости. Ради бога, не ставьте его. Население имеет право, мы, специалисты, не имеем. Это серьезное нейроиммунное заболевание с критериями. Причем есть большие критерии. Постоянная сильная усталость. Больше, чем двое последние полгода. Но ключевое, самое главное, без причин. Потому что если это после гепатита, или операции, или тяжелые разводы, это не считается. А есть малое, это острое гриппоподобное начало. Лимфодонопатия, как при сифилисе, не перепутать. Понимаете? Поэтому это действительно серьезное заболевание. Да, там есть усталость, астения. Но вы будьте осторожны с этим. Еще одна диагностика. Утомление. Я устал. Вот это то, что проходит после отдыха. Клиника очень похожа на астения. Но человек отдохнул, скажем, отоспался за выходные. А в понедельник он уже готов пользу приносить. А вот астения – это не специфическая форма реакции. Вот тревога, депрессия, они ловятся легче. Просто потому что это более ярко очерченные такие состояния. И очень много опросников. С астения гораздо меньше. Потому что это одна из наиболее универсальных форм реакции. И на соматогенное расстройство, и на стрессовое расстройство. Это защитный компенсаторный механизм адаптации. А вот когда астения присоединяется, то тогда очень здорово происходит утяжеление клиники любого заболевания. Из чего состоит? Надо ловить комплекс из двух блоков. Блок первый – субъективное переживание. Я устаю, я часто нервничаю. И объективное снижение функциональных возможностей. Действительно, вот ноги не идут куда-то. В физической сфере – это снижение работоспособности, быстрая утомляемость. Вегетативная дисфункция – облигат навсегда и очень сильна. Обязательно нарушение секса и сна. В эмоциональной сфере настроение очень лобильное. Ипохондрия возникает просто на пустом месте. В мышлении когнитивная астения – очень страшная штука. Ну, пение – самое настоящее. Причем это снижение концентрации, внимание, высших интегративных функций мозга. И что самое главное – отдых. Человек даже в отпуск съездил и вроде как отдохнул, а все равно не прошло. Неясный субфибрилитет. Имейте в виду, у нас всего два лекарства на эту тему. Очень сильное влияние астении на болевой порог. Вот я говорю не про органическую часть, которую надо лечить или обезболить в болевом синдроме, а функциональную. Тревога и депрессия тоже влияют, но и астения тоже. Болевой порог – жесткая константа, плюс-минус 10% уже для здорового. А у пациента больного, а у больных людей до 50% может быть болевой порог в зависимости от всех этих неприятностей. Причем я сама участвовала в этих многоцентровых исследованиях. Не по вашу. Ваша визуальная науга в шкале – это такой очень поверхностный скрининг. Мы делали электроальгазиметрию, поэтому действительно серьезные данные. Смотрите, как здорово зависит от астении колебания болевого порога. Чем хуже астения, тем больше пляшет болевой порог. А доктор что думает? Сегодня у больного такая клиника, а завтра другая. Надо добавить сумма ориентированных лекарств. Добавляет. А корреляции астении с болевым порогом, вон какие огромные. Патофизиологически. Что она из себя представляет? Психодерикативное расстройство вследствие дисфункции лимбико-ретикулярных структур головного мозга. В первую очередь развивается изменение именно в ретикулярной формации. Если очень так поверхностно говорить, ретикулярная формация – это такой местный наш чубайс в головном мозгу, который ведает энергетическими потоками. И если там что-то ломается, первым делом действительно не хватает сил что-то сделать. Что еще? Ствол мозга страдает, обеспечивающий поддержание уровня внимания, восприятия, сноводрствования, мышечной регуляции. При астении очень значимое нарушение внутриклеточного гомеостаза. Тоже нельзя снимать со счета. Транскапиллярный админ, снижение потребления кислорода тканями. Целый блок астении стоит на дисбалансе электролитных. Магнии, йод, железо. Даже есть такие работы, как женщина, которая теряет стаканчик крови и менструацию, у нее когнитивные функции ухудшаются. Оказывается, в ПМС, милая дама, мы с вами соображаем гораздо лучше, чем тогда, когда мы потеряем вот этот самый стаканчик крови за менструацию. А в итоге снижение компенсаторно-приспособительных возможностей к любым нагрузкам. Нарушение вегетативной регуляции приводит к изменениям функционально-функционирования гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы. А вот эта штука – это ключевое в реализации любого стресса по направлению уже к психосоматике. Человек становится уязвимым. А вот диагноз астении с разбега. Черные круги под глазами – это признак того, что гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось работает с большой перегрузкой. Если есть биологический дефект. Вот сейчас мы психосоматику превратили в огромную такую, знаете, мусорную корзину, куда мы складываем все, что от нервов. Опять же, мы не население. Это достаточно жестко определенный круг патологии. И вот если есть биологический дефект, а вкладочных клеток досталось от папы с мамы большее количество, пожалуйста, можешь получить язву. Не повезло, скажем, с мукоцеллярным клиренсом. Есть шанс получить астму. Но если этого нет, большая психосоматика вряд ли может развернуться. При вегетагистонии, облигатной вегетагистонии, трудности засыпания всегда есть. Причем время Че, вы выключили свет, через 20 минут вы должны спать. А вот если идет поток сознания, самого обыкновенного, что сделано, что завтра, что сегодня, это признак того, что есть астения. А вот теперь наши докторские исследования. Это кошмарные исследования. Это врачи. Что ведет у врачей из-за болеваемости? Вот когда вы начинали, думали, наверное, простуды. Мы же, так сказать, первая линия контакта. Фигушка, никаких простуд. Психосоматика. Всех цветов и оттенков. Болевые синдромы, боли в спине, ожирение. А вот немножко шкодная, конечно, штука. Сейчас стало модно запараллелить какой-то хороший психологический тест. Вот здесь шкала астении из ММПА. Серьезная штука. С каким-то произведением искусства. Ну, вы слышали, что депрессивные пациенты любят песни Виктора Цоя. Да, действительно, там высокие корреляции. А вот этот вот стишок нравится 81% пациентов с астении. Почему? Да очень просто почему. Мы же в литературе всегда ищем, где-то променантки. Функциональная реактивная астения. Это примерно половина в общей выборке астении. Она характеризуется принципиальной обратимостью. Вот это я говорю про невростенический радикал. Когда человек ставит перед собой цель, честно к этой цели движется, выкладывается, получает астению нервной системы, невроастению. F48, пожалуйте, в МКБ-10. Принципиально она образима, но никакие таблетки ее не вылечат. Принципиальное изменение поведения. Вообще, честно говоря, всегда очень настораживает, когда население говорит, дайте мне эту волшебную таблетку, и будет мне счастье. Понимаете, без изменения поведения, а вот это уже психотерапия, не будет просто ничего. Таблетка никогда не решит дело. Разве только временно. Я не противник таблеток. Таблетки никто не отменял, но параллельно они вместо. Органическая соматогенная астения 45% развивается на фоне хронических любых вообще заболеваний соматических, которые астенизируют человека. Органический фон в центральной нервной системе это старый термин церебростения. Хороший термин, жалко, что его убрали. Это и головные боли, и головы окружения, и шум, и звон. И вот это всякие церебральные ангиодистонии, причем сейчас уже твердо знают, не только артериальные, но и венозные. Вообще венозная гипертензия, даже термин появился, или смешанная. Астения всегда сопровождается когнативными расстройствами. Память, внимание прежде всего. А если мы говорим про хромическую ишемию мозга, помните старый диагноз децепаратурная сосудистая энцефалопатия? К тому 90%. Сделали мы исследование, стали смотреть те врачи, которые к нам на циклы ходят. Считается, что они здоровые. Достаточно большое было исследование, причем в этом исследовании были врачи обычные, и врачи-начальники, то есть всякие начмеды, запад делением, главные врачи. Что делали? Делали ММПС-шкалу астении, надежный проверенный инструмент, и очень хорошую методику, на мой взгляд, МФИ-20. Это достаточно простая, валидная, репрезентативная, в диссертациях много раз я ее видела, шкала, которая построена по принципу семантического дифференциала. То есть действительно здорово она работает. Что выделяли? Признаки астении в физической сфере, в когнитивной, в эмоциональной. Мы их стали смотреть осенью, когда они были свеженькие, после отпуска. И у половины, 58%, вообще никаких признаков не было астении. О, как мы отдыхаем, это оказывается хорошо. Но заметьте, а остальные-то 42%, так и не избавились. А вот к лету, таких абсолютно, с нормальными показателями, осталось всего 21%. А вот это страшненькие слайды. Вот как раз то, про что я говорю. В сентябре их показатели были еще очень даже ничего. А вот к июню, особенно от начальников медицинских, остается очень немного. Поэтому пожалейте их, практические врачи, начальнику жить труднее. Интервью структурированные выявили у них клинической картине большой блок признаков вегетодистонии прежде всего. И при этом, ужас-то в чем? 72% врачей, потому что это были нормальные врачи всех специальностей, кстати, было очень много психиатров, среди них, они вообще не обращались за медицинской помощью. Привычное неудобство. Но это были не какие-то замшелые, я уж не знаю, бабушки из 19 века, нет. Своим пациентам они прекрасно назначали и противоастенические средства тоже. Очень грамотно, по схемам, по стандартам. А вот сами предпочитали либо вообще не лечиться, либо лечиться так, что вот этот список, я вам даже говорить не буду, потому что от амитрептилина дугала передова. Кроволола, фабазол, естественно, телевизор зарабатывает свое на первом месте. Ужас-то в том, что это не население, это врачи, причем врачи, даже руководители, грамотные, умные. Хотя сейчас имеются средства, которые без негативного влияния на память, кроволол и память, оцените юмор ситуации. А вот 21% врачей вообще говорил, что это барство, это глупость, возьми себя в руки, все пройдет. А вот при астении точно возьми себя в руки не прокурат. Вместе с тем, принципы современной когнитивно-сберегающей терапии, они очень здорово позволяют совладать с астением, сохранить работоспособность даже в условиях высокой нагрузки. Вот одно из исследований, цитофлавиновое, которое показало, что и происходит уменьшение выраженности астенических жалоб и вплоть до того, что биоэлектрическая активность мозга улучшается, качество сна, много чего хорошего. Как лечить будем эти патогенетические лечения причин астении? Без этого ничего не будет. Идеальный вариант, Чазовские схемы, кремлевская медицина, вся гениальность Чазова, что он это все придумал еще в середине прошлого века. Антиоксидант вместе с ноутробным препаратом работают лучше, чем они же, но по очереди или как-то по-другому. И только ради бога есть стимуляторы, потому что стимуляторы всегда дают маленьких. Метаболический препарат цитофлавин и антиоксидант, и антигипоксант, и энергокорректор. Наш мозг любит аэробный тип тканевого дыхания, потому что его КПД больше 30 молекул АТФ. А вот когда устал, я уж не говорю о мозговом катастрофах, когда он переводит сам себя на энергосберегающий, анаэробный, а его КПД 3 молекулы АТФ. Как говорится, почувствуйте, оцените разницу. Что делает цитофлавин? Быстренько вернуть на прежний аэробный тип тканевого дыхания. Как он это делает? Все его метаболиты наши внутренние ингредиенты, поэтому у организма, как правило, больших протестных реакций на это нет. Янтарная кислота, либо флавин, активаторы цикла Крепс. Никотинамид раньше вообще статей давали вместо статина. Кстати, статина сейчас скомпрометирована. А из аназина просто будет делаться это самое, аназин-трифосфорный кислотат. Где будем лечить? Вот она, астения. Особенно вспомните сегодняшнюю нашу встречу, когда доедем к весенней астении. Город третий год накрывает такая весенняя астения, что просто ужас какой-то. Я уж не говорю про цереброэкскулярные расстройства, про людей второй половины жизни, про последствия хронической ишемии мозга и антигипоксическое действие. очень хорош после наркозной астении. Вот где можно быстро заработать астению? Человек отправился на операцию. Наркоз, хороший наркоз, все проснулись, все удачно. Жуткая после наркозной астения. Дайте хотя бы несколько капельниц и лечение астении это действительно здорово. Две таблетки дважды в день на месяц хотя бы. Лучше в еду, чем до еды. Я, наверное, не буду вас грузить цифрами, которые мы получили по различным признакам астении по методике МФИИ-20. Расскажу только самое, наверное, ключевое, что у руководящих работников тоже все оказалось значительно серьезнее в плане астенизации, чем у практических врачей. Но потом наступил вообще веселый момент. Мы посмотрели больных достаточно большой больницы, причем смотрели чоком на всех отделениях на астенизацию сейчас. И получилась вот чего. Астенизация у врачей достоверно не отличается от астенизации у больных. Вот это очень печальное прошлогоднее наше исследование. Вследствие социально-экономического кризиса третий год город накрывает жуткое весеннее астене, которое заканчивается к июлю. И страдают от нее и врачи, и больные. И если не припринимать никаких мер, следствием этому астенеет. Будет и конфликтность, и снижение болевого порога, и комплаенса, и волевых качеств. Вот этот жуткий слайд тоже. Синие бантики на мальчиках, красная на девочку, желтая контрольная группа здоровых. Прямо обратно пропорционально. Чем хуже астенеет, тем меньше воля. Милая дама, у нас-то воля оказывается больше, чем у мужчин. Женщина устает меньше, чем у мужчин. Канцерофобия, кардиофобия, астения ослабляет все пороги восприятия, в том числе и болевой. Она создает базу для повышения интерцептивных ощущений. А тревога, депрессия довершают картину. И способствуют неверной корковой переработке этих ощущений. Вот, пожалуйста. И в клинике мы видим кардиофобию, канцерофобию. Нормализуем болевой порог. Всего лишь полечим астению. И уменьшатся интерцептивные ощущения. Я говорю только об астеническом снижении болевого порога. Если это депрессивное или тревожное, там будут работать совершенно другие лекарства, несколько половин. Репаративные способности. При астении заживает плохо все. Масса исследований на язвенниках, а есть исследования на инфарктниках, на хирургии. Плохо все заживает. Репаративные способности очень плохие. Как будем лечить? Будем устранять основные причины. В случае органической астении лечения основного заболевания. В случае функциональной астении очень важное изменение стиля жизни. А взрослые не любят, когда их учат. Физическая активность очень неплохо помогает здесь. Вот казалось бы, человек и так устал, а мы ему тут с физической активностью. Но очень много пациентов, вот почему я люблю эту методику МФИ-20, она показывает, что очень много пациентов, на которых физически воду возить можно, у них нет физической астении. А вот когнитивная, эмоциональная, кошмарная. И вот если физическую астению дотянуть до, по сути дела, астении когнитивной, эмоциональной, то мы получаем тот феномен, по которому в войну неврозов не было. Это все знают, изучали потом очень долго. Почему? Потому что и физическая была, и когнитивная, моральная, эмоциональная астения. Ну и, конечно, терапия радости на увеличение запаса катехоламинов. А вот здесь очень трудно человека подвигнуть вообще на какое-то физическое движение. Поэтому какую физическую активность ты пациент согласен впустить в свою жизнь? У каждого она будет своя. Кризис на улице. И вот эту линейку сейчас должен знать любой доктор. Тревога, высокие катехоламины, на них долго не продержишься. Следующая станция астения. Сначала ближе к тревоге гиперастеническая. Вот та самая, как Либик говорил, раздражаться вы еще можете, а тормозиться уже нет. Дальше идет гипостеническая фаза, а потом уже депрессия и истощение. Это не депрессия такая вот эндогенная, которая место в психиатрической клинике. Но и с уицидными мы с ними получим и лечить будем достаточно серьезными препаратами. Клиника астения и депрессии очень похожа. Легкий депрессивный эпизод перепутать с астенией очень просто. Оба расстройства могут являться как самостоятельной патологией, так и быть симптомами какого-то психиатрическому соматическому расстройству. Много сходных симптомов, беспокойство, витально-астенический тон, общий серый колорит жизни, более выраженная клиника имеющейся болевых страданий. Но нам здесь очень важен диагноз, потому что в одном случае пойдут антидепрессанты, а в другом случае пойдут противоастенические препараты. При легком депрессивном эпизоде, но я не буду в этой уважаемой аудитории, мы не студенты, поэтому я не буду повторять все критерии депрессивного расстройства. Легкий депрессивный эпизод, несмотря на сниженное настроение, слабость, человек обеспокоит своим состоянием, но он даже больничного листа не просит, он продолжает работать. А в патоморфозе от астении к депрессии идет очень много неприятных моментов уже на уровне медиаторов. Истощаются запасы катахоламинов, идет относительный рост, холинергическая активация, она не выросла, просто катахоламина стала меньше. Идет нарушение серотониновой медиации, как мы увидим, что это уже началось. Идет снижение настроения с очень хитрым перееданием, сладенького хочется. Вот это работа Изяслава Петровича Лапина. Начинается перераспределение серотониновой медиации, там сложные механизмы, но механизмы СРК тоже на этом связаны. А потом идет уже нарушение ритмов сна и бодрствования. И самое ужас, что может сделать человек, это начать лечиться с натворными средствами. Мало того, что большинство из них бьет по когнитивным способностям, многие вызывают зависимость. А потом, даже если вы приняете, скажем, диметром или что-нибудь в порядке, то наутро сон-то был, но отдыха все равно не было. Если есть депрессия, если есть бессонница, то один из препаратов выбора это Вальдоксан. Это сложный препарат. У него сейчас действительно рецеприентов гораздо больше, чем, скажем, к тем же серотонин позитивным. Почему? А потому, что у него есть тот механизм, который еще не так употребили наши пациенты. Мелатониновый механизм. Он с мелатониновыми рецепками не работает. Серотониновое у населения изнасиловано уже очень сильно, поэтому очень многие не отзываются на эти антидепрессанты. А еще есть действия на норадреналиновые механизмы, на допаминовые. И вот это все в комплексе приводит к чему? К тому, что Вальдоксан подбирает не только депрессию, немного тревогу, но и ангидонию. Сейчас очень много антидепрессантов, которые депрессию вылечат, а ангидонический хвост остается. И больным некомфортно. Вроде настроение ничего, только вот не очень много чего, как мне больным говорит один, хотелки у меня, так и не оживились. Мало чего хочется. Поэтому вот это надо иметь в виду. Вальдоксан это умеет. 25 миллиграмм, одна таблетка на ночь, если не работает через 2 недели, можно 2 таблетки. Только надолго, ради бога. Потому что минимальнейший вообще вот 6 месяцев, это вот раньше считали, что минимальный, я сейчас меньше года практически никому не даю. На сегодняшний день по анализу Чеприония это один из лучших профилей переносимости. Действительно, это так. И поэтому, если пациент принимает много других лекарств, то вписать в него мелатониновый механизм гораздо легче, чем, скажем, серотониновый. Помогает редуцировать и тревожную симптоматику. Ну и главное показание для Вальдоксана, повторюсь, это бессонница, это депрессия. Когда есть депрессия с бессонницей, то это будет Вальдоксан. Ни на вес, ни на либидо не влияет. Действительно, хороший антидепрессант. Мы стараемся давать и пищевые рекомендации. Потому что на авитаминозах сидит огромное количество остыния. Очень много депрессий сидит на той пище, где давно нет трептофана. Из трептофана делается серотонин и мелатонин. А кроме того, обязательно параллельно должна быть психотерапия направлены на понимание того, что эмоциональные, телесные, поведенческие трудности, которые наш пациент испытывает, вызваны этим расстройством, а не привычным неудобством. Что это незакономерная реакция на трудности, а это болезнь, которую можно и нужно лечить. Как в Талмуде написано, время нашей жизни проходит, независимо от того, счастливы мы в это время или нет. Совсем не обязательно его тратить на остынию или депрессию. А вот реабилитировать остынию или депрессию гораздо сложнее, чем, скажем, треугу. Потому что больные не хотят ни физкультурным способом улучшать свой уровень биологически активных веществ. Очень много сейчас работ, которые говорят, что когда человек физически, ну хоть немножко активен, вот радио постоянно говорит, 10 тысяч шагов, очень многие источники говорят, что хотя бы это минимальная физическая нагрузка, потому что когда человек физически активен, у него начинает улучшаться выработка собственных биологически активных веществ, наших внутренних ингредиентов, стресс-лимитирующей системы, эндорфинов, прежде всего. При депрессии важно хотя бы на время лечения снизить планку завышенных жизненных целей. Задача ставить выполнимая, потому что депрессивец думает, что опять у меня ничего не получится. Не принуждать себя к эмоциональным, к сексуальным. Сколько бедных людей ставят к барьеру, вот именно так мне пациент один говорит, жена говорит, хочу, а я чувствую барьеру. Потому что при депрессии мало чего этого хочется. К интеллектуальным усилиям, а потом человек винит себя за несостоятельность и углубляет свою, особенно невротическую депрессию. Гелировский, вообще читайте старых авторов, там просто кладезь того, чего есть. Психоортопедия, диагностируя, уже лечить. У нас очень мало времени не на приеме. И хорошо, если пациент, как сказано было в предыдущем докладе, сделали так, что пациент к нам будет ходить, и у нас будут с ним отношения. А ведь есть пациенты, которые нам выдаются на консультацию один раз, а потом в больнице, вдруг вряд ли увидимся. И поэтому здесь, диагностируя, уже лечите. Я слабый, я трус, говорит пациент. У вас разумная осторожность, хороший инстинкт самосохранения. Я ленивый и безвольный. Вы отказываетесь от завышенных потребностей, но это должно пройти. У меня проблемы в сексе, я мало чего хочу. Мало людей, которые способны к эскетизму, кстати, аскеза не вредит, она не растренировывает. Я как оголенный провод, очень многие больные говорят, классический симптом серьезной астении или легкой деменции. У вас тонкие чувства, очень многие, кстати, депрессивцы и астенизированные больные это выплескивают в творчестве и получают совершенно шикарные вещи. 29 ноября в Первый медицинский институт приходите, Баранцевич там проводит неврологическую конференцию, у меня там будет большой доклад по арт-терапии. Вот это великолепно можно выложить в творчестве. Я выгорел, я устал, говорит пациент. Да, и Бог вам дает шанс остановиться, оглянуться, подумать, правильно ли вы живете. При синдроме выгорания, ой, и астения, и депрессия, чего там только нет. Ситуация людьми. Объелся бедный доктор роскошью человеческого общения. Поэтому очень много докторов, которые согласны пользу приносить лечам, а вот насчет о поговорить, ради Бога, фильтруйте, пожалуйста, свое общение с пациентами, переводите их на, хотя бы через регистратуру, не давайте никогда телефон. Борис Митлевич Карлосарский когда-то мне сказал, никогда не давать больным свой домашний телефон. Понимаете, вот завет великого человека. А больной говорит, дайте, пожалуйста, телефончик, дайте телефон рецепшен своего справочного, своего приемного покоя. Поверьте, будет нужда, девочки вас найдут. На Западе есть отличный по простоте и эффективности метод называется среднее молчание. С пятницы до понедельника загородная клиника, молчаливый сервис, медсестра покушать принесет, мобильник в берут при входе, ни телевизора, ни газеты. Можно лопату, можно удочку, можно велосипед. В понедельник вот, пожалуйста, с утомлением так можно справиться. Очень много сейчас идет работ, потому что во всем мире время контакта врача и больного стремительно сокращается. Время начинает стоить деньги, больной хорошо умеет их считать. Поэтому экспресс взаимопонимания. Не могу ли я вам помочь? Категорически нет, это ловушка. Да, можете, говорит больной. Ничем я могу вам помочь, тоже немножко ловушка. Что случилось? Самый вот такой вот индифферентный и достаточно быстрый вариант того, получить ту информацию о проблеме, с которой больной пришел. И очень важно сразу начать психотерапию. Что вы чувствовали при этом? Какие эмоции испытывали? Пусть скажет, пусть проименует словами. Для алекситимического пациента это крайне важно, а вы увидите, что есть это алекситимия. Что было для вас самым трудным? И похвалить. Масса работ, что похвала повышает серотониновую медиацию. Есть научная работа, исследование, Ларею Тубруйнух читайте. Что больше всего помогает противостоять, выдерживать? Он должен понимать, что я у него не единственный свет в окошке. А вот кошка помогает, замечательно. Значит, кошка у нас будет назначена психотерапевтой. Поддержите, разделите чувства. До зарезу это важно, а не только, так сказать, сведения о проблеме, которые можно. И пожалейте немножко, скажите, представляю, как вам было тяжело. Как помочь да изменить поведение? А вот на изменение поведения у нас очень мало времени. И поэтому я сейчас ограничусь двумя вопросами. Все психотерапии вообще это искусство вопросов. Только отвечать надо так, чтобы внутрь себя, а не наружу даже самодоверительную беседу. Вот вопрос на экране. Вспомнили? Включили в этот список себя? Первую очередь. Кто таки... Аплодисменты. Почему? Сейчас масса работ про то, что повышает серотониновую медиацию, улучшает. Миссия спасателя. Вот когда человек идет спасать кого-то, приносить пользу кого-то, ненадолго повышается серотонин. Но потом надо опять идти кого-то спасать. А вот этот вопрос это просто иногда бьет под коленки. К сожалению, очень многие из нас вот неврастинею этим вопросом лечить очень здорово. Я это обычно оставляю пациенту на домашнее задание. Потому что очень многие детство проводят слушаясь то, что родители говорят. Потом, скажем, психологически они начинают зависеть, скажем, от мужа или жены или от начальника. А потом появляются дети и я как мама знаю, как ты зависишь от ребенка. Все построено под того, что ребенку надо. Это приятная зависимость, но все равно это не своя жизнь. А человек бывает счастлив только того, когда он живет своей жизнью, даже если шишки не бывает. А вот дальше это уже, понимаете, продолжение вопроса это может быть психотерапия. сложность заключается в том, что возможность выхода плохо верят не только больные, но и к ужасу и сами врачи. Поэтому надо использовать любой шанс анпросвета в коррекции мифов о всеобщей усталости. Астынию можно и нужно лечить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ